Привет, меня зовут Кирилл, я работаю руководителем образовательных проектов Mail.ru Group. Я руковожу всеми чемпионатами, которые проводит наша компания. Они очень разные, то есть это классический чемпионат по спортивному программированию Russian Code Cup, чемпионат по написанию стратегии искусственного интеллекта Russian AI Cup, проектный чемпионат Russian Developers Cup и множество других. Как вообще, в принципе, я отношусь к соревновательному программированию, я думаю, вы можете догадаться. Я считаю, что это то, что движет реальную индустрию вперед. Конечно же, можно эти соревнования поделить на несколько разных подгрупп. Каждая из них несет определенную ценность для участников. Начнем мы, наверное, с такой классической, это спортивное программирование. То есть, когда все говорят, олимпиадники не умеют работать, олимпиадники не умеют работать в крупных корпорациях. Я считаю, что это такой очень спорный тезис. Я не буду сейчас разводить холивар. Я, наверное, скажу то, что все-таки спортивное программирование, оно полезно для определенной группы участников. То есть, когда ты только начинаешь программировать, это такая, наверное, первая возможность, когда ты можешь, написав строчки кода, получить реально осязаемый результат, потому что ты решил задачу. Кроме этого, конечно же, это хороший способ прокачать свои теоретические знания в области алгоритмов. И если на самом деле вы учитесь в университете или в колледже, и вы его заканчиваете, и у вас за спиной нет портфолио, и вы знаете только курс по компьютер-сайенсу и математике, и когда вы приходите устраиваться на работу, конечно, опыт участия в таких соревнованиях, он будет полезен. Воспитывает ли это плохой стиль написания кода? Скорее всего, нет. Как любой из инженеров, ты берешь, ты пишешь код, ты понимаешь, что срок жизни твоей задачи, он всего там несколько часов. Конечно же, не имеет смысла делать поддерживаемый код, если ты понимаешь, что ты единственный, кто увидит его. Но если ты это делаешь постоянно, может быть, это как-то и аукнется. Ну, то есть здесь вопрос самодисциплины, скорее всего. Если говорить про другие соревнования, например, мы проводим Russian A-Cup. Это что-то такое типа рок-н-ролла для программистов. То есть, знаете, люди такие играют в MMORPG, и какие-то программисты пишут ботов, получают нечестное игровое преимущество. А мы делаем чемпионат, когда люди пишут ботов, и эти боты соревнуются друг с другом. На самом деле, это, наверное, самое веселое, что можно дать программисту. Были случаи, что люди учили с нуля, например, какие-то новые языки, кто-то начинал программировать, только исходя из этого опыта. Если говорить про карьерный путь, да, у нас были хорошие истории, то, что, например, один человек там проработал невероятное количество лет в банке, выиграл этот чемпионат, и сейчас он в нашей компании занимается программированием искусственного интеллекта в играх. То есть человек, наверное, нашел какую-то свою мечту, то есть он свое увлечение превратил в способ заработка. Если говорить про различные проектные соревнования, как-то хакатоны или конкурсы стартапов, здесь тоже есть определенная польза для участников. Полезнее всего это будет для студентов, потому что это их первый раз, когда они могут поработать в команде над реальным проектом, когда они берут, что-то делают и могут показать это людям. Но, кроме этого, и для опытных команд такие мероприятия имеют смысл. Когда мы говорим про разработку интернет-проектов, то сейчас их продакшн построен таким образом, что тебе не нужно брать, садиться и несколько лет писать код, и после этого нести его первому пользователю. Сейчас все работы по итерационной модели. Например, хакатон, когда люди берут и за двое суток или за сутки проверяют такую главную гипотезу, полетит, не полетит, круто, не круто, получили отклик или не получили, это здорово. То есть, если у вас давно чешутся руки, что-нибудь сделать, вы можете прийти и, в принципе, ну, наконец совершить это, и у вас будет даже что показать. Как побеждать в таких соревнованиях? Ну, конечно же, в зависимости от типа тактики абсолютно разное. Если мы говорим про спортивное программирование, то есть это то, что как олимпиада для школьников, олимпиада для студентов или наш Russian Code Cup, здесь, наверное, путь только один. Вам нужно тренироваться, тренироваться и тренироваться. Нужно решать как можно больше задач, и, ну, это, наверное, единственный способ достичь каких-то вершин. Конечно, здесь, может быть, есть какие-то врожденные данные, да, то, что люди упираются в свой потолок. Но над этим можно работать, и, наверное, ну, то есть, если вы хотите чего-то достичь, вы этого достигнете. Если вы говорите про такие интересные, такие фановые больше чемпионаты, как наш Russian I-Cup, здесь, наверное, ну, просто степень вовлечения, потому что те, кто выигрывает в наших таких вот веселых чемпионатах, они в них погружаются с головой. То есть люди приходят, ты не обязательно должен быть супер-мега-крутым математиком или программистом, тебе просто нужно погрузиться, освоиться с правилами и попытаться сделать какое-то необычное оригинальное решение. Как можно больше пробовать, пробовать и пробовать. Вот, если говорить про продуктовые такие чемпионаты, то есть как наш Russian Developers Cup или различные хакатоны, здесь, наверное, совет такой один, то что вам нужно показывать на любом этапе какой-то результат. То есть не должно быть просто презентации, вот у нас будет какой-то огромнейший проект. Вам нужно взять, реализовать его самую небольшую часть и показать ее. То есть показать так, как она будет выглядеть в конечном варианте. Потому что если вы говорите, что это круто, вам нужно показать, что именно в этом крутого. То есть, наверное, здесь вопрос итерирования и выкатывания каждый раз, вот прям полную такой вот продакшн-берсии. Я хочу всех разработчиков позвать участвовать в активностях, которые проводят наши компании, проводят другие компании, потому что это нереально круто. Потому что все соревнования — это способ помериться силами со своими коллегами, с коллегами из других городов, из других стран, понять, насколько вы крутой в данный момент. И, может быть, определить какие-то свои узкие точки, которыми вы не сталкиваетесь в своей повседневной работе. Это весело, здорово и иногда полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!